Всем привет, ребят! С вами Megabzor.com, бренд Канди, хорошо знаком нашим читателям и зрителям по линейке стиральных машин, сушильных машин, кухонной техники. И эту технику мы тестируем, эту технику мы эксплуатируем сами у себя дома, читаем ваши комментарии, отзывы, спасибо вам, кстати, и за лайк, подписку тоже спасибо отдельно. Не так давно компания расширила модельную линейку, представила пылесосы, один из них сейчас у меня стоит на столе. Само появление модельной линейки пылесосов тоже не случайно, входит в альянс компания Hoover с наработками, с технологиями от этих. И мы, как сказать, тестировали эти пылесосы, как беспроводные, так и проводные. Но возвращаясь к тому пылесосу, который у меня стоит, это Канди ЦАФ 1020-019 из линейки All Flowers 10. Модель мощностью 2000 ватт, относится к циклонному типу. В комплекте покупатель получает гибкий шланг, телескопическую трубу, насадку Multiflowers Plus основную, Isid Parket, челевую насадку 2 в 1, и инструкцию руководства пульса. Данный пылесос, как вы можете заметить, относится к циклонному типу. Циклон находится во фронтальной части этого пылесоса. Конструкции и внешний вид вполне традиционные для такого формата. Все основные детали тут выполнены из пластика. Корпус пылесоса аккуратный и практичный. Внешние поверхности не собираются из-за пальцев. Пыль, накопившись здесь легко, стирается или загрязнение в ходе эксплуатации. В оформлении используют сочетание темно-синего-серебристого. А нижняя часть, которая контактирует с половым покрытием, она у нас идёт из-за износа устойчивого пластика. Он находится у нас в нижней части. Хранить пылесос можно как горизонтально. Горизонтально отмечу, что это как раз положение, которое сейчас у меня на столе, но я думаю, это вы сами понимаете, и вертикально. Для двух этих положений предусмотрены свои фиксации для шланга с насадкой. Длина шнура тут составляет 5 метров, которая обеспечивает вполне рабочий радиус примерно 8 метров. Кнопки сматывания шнура скрываются под ручкой. Работает следующим образом. Поднимаем ручку, опускаем, если это необходимо, когда его уже будете собирать, и нажимаем. То есть, в это время у нас стягивается шнур полностью. На тыльной стороне также находится у нас решётка съёмного фильтра. Здесь его можно обслуживать, промывать. Пылесос включается с помощью сдвигаемой кнопки. На кнопке нанесена грудировка. Сдвигаем, пылесос начинает работать, причём у кнопки есть несколько положений. Большая часть блока контейнера выполнена из прозрачного пластика. Здесь есть две ручки на фронтальной части. Мы можем использовать её как стакан для того, чтобы очистить пыль. И верхняя часть снимается поворотом. Мне, кстати, такая конструкция больше понравилась, чем когда мы нажимаем на кнопку. Контакт с пылью тут полностью исключён. Можно полностью его очистить и не испачкаться. По пылесосу у нас гофрированный шланг, тоже традиционный. Отметим ручку пластиковую из тёмно-серого пластика. Здесь ограничитель мощности. Если что-то случайно попало, или же излишнее давление, например, нажимаем, и воздух выходит. И вы можете передвинуть, например, насадку с шлангом. В комплект также входит ещё дополнительная насадка. Это паркетная насадка. Сейчас вот она у меня в руках. Здесь ворс. Вот, собственно, и валик. Не будет царапать ваш паркет или покрытие, которое более требовательное именно к щётке. И есть щелевая насадка. Причём для щелевой насадки в тыльной части предусмотрен пенал. Она два в одном. Разгибаем. Тоже ворс есть. По системе фильтрации. Тут она многоступенчатая в этом пылесосе. На первом этапе, после того, как грязь и пыль попадают у нас со шланга в контейнер, стоит у нас циклон. Причём здесь есть дополнительная ещё сетка, которая тоже обслуживается. Крупная грязь уже на этом этапе здесь отсеивается. Далее воздух проходит через моющий фильтр. Защитная сетка вот тот самый. И выходит уже через фильтр из пененного материала, который на обратной стороне. При работе никаких посторонних запахов, которые обычно характерны для ряда недорогих пылесосов, тут нет. То есть, пылью в комнате не пахнет, когда осуществляется процесс уборки. Собирается всё интуитивно. Здесь традиционная система. Подключаем шланг. Соединяем его с телескопической трубой. Выбираем необходимую длину с помощью фиксатора. Одеваем необходимую насадку. Ну, тут я думаю, что уже в ходе эксплуатации вам будет понятно, то есть, какая из насадок вам нужнее будет. Хранить, естественно, можно, который компактный в пенале, а это держать, например, на самом пылесосе. Ничего не потеряется. Контролировать уровень наполнения контейнера здесь можно визуально. Он прозрачный. То есть, несколько циклов уборки мы провели. Это причём даже была мелкодисперсная или абразивная грязь. И вроде пока царапин не видно. Но с учётом того, что он всё-таки прозрачный, я думаю, что в дальнейшем немножко прозрачность может теряться всё-таки здесь. За время тестов я эксплуатировал пылесос на разных типах покрытия. Это плитка, это ламинат, это ковровое покрытие небольшое в детской комнате и мягкая мебель. Со всеми поставленными задачами пылесос справился на отлично. Пыль убирает хорошо. Мощности у него достаточно. Проблем каких-то проседаний в ходе работы или перегрева я не замечал. Удобно его будет хранить. В шкафу можно будет поставить вертикальное положение. Поставили, зафиксировали шланг с насадкой, и он занимает минимальное место в вашем шкафу. По уборке, кстати, я сказал, да, по очистке снимаем фиксатор, открываем, откручиваем крышку и выбрасываем грязь, закрываем всё собственно. И периодически между несколькими циклами промываем фильтра. Подводя итоги, Канди 1020-019, All Flowers 10. Весьма недорогой пылесос и мощный. Это циклонный тип с многоступенчатой фильтрацией. Три насадки в комплекте мы получаем. Мы получаем привлекательный внешний вид, получаем большой объём контейнера, простое удаление собранной пыли, умеренный уровень шума, моющийся выходной фильтр. Это интуитивное управление. Не устроить, сможет реализация кнопки включения. Мне отлично подухают что-то типа педали, когда можно нажать не только рукой, а здесь именно только рукой можно это делать. Ну, например, и аккуратно нажать ногой, не опускаясь, включили-выключили. Мне кажется, это удобнее. Но тут вот такой фиксатор. Но при этом стоимость 4,5 тысячи рублей, помощник домой отличный. С удовольствием обслуживаю это пылесос с вами, ребят. Всем спасибо за внимание. Нас впереди ждёт много интересных новинок. И пока-пока. Лайк, подписка, приветствуйте.